Пока вся Европа с успехом проводит этапы Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, у нас же в Орле как в той песне, а за окном то дождь, то снег. Однако ни плюсовая температура, ни мокрый снег не помешали участникам сегодняшней лыжной гонки выйти на открытое первенство с дюшор номер 10. Заявки на участие в открытом первенстве с дюшор по лыжным гонкам, несмотря на капризы природы, оказалось около ста спортсменов. Свои лыжи новострили не только орловчане, но и ливенские, болховские и новосильские покорители лыжни. Три, две, одна, старт! В соревнованиях приняли участие лыжники до 23 лет. Самые маленькие участники до 12 лет бежали дистанцию в один километр. Более старшие юноши и юниоры испытали всю сложность трассы в 3 и 5 километров. На финише порой было жарко и без падения не обходилось. Препятствуя приготовленные природой, Катя Алешина с честью выдержала и завоевала серебро. Сложно очень было бежать, потому что лыжи затыкались, были ветки, лужи даже были. Ручьи текли на одном повороте, я чуть не въехала в этот ручей. У мальчишек 2000 года рождения разгорелась нешуточная борьба и на финише золотого и серебряного призера разделили лишь 2 секунды. Роман Горшков стал первым. Да, очень доволен. Сложно было, говорят, что были ручьи? Ну, не очень сложно. Очень много было ручьев и воды. Снег очень мокрый и лыжи ехали очень плохо. Впереди у лыжников немало стартов. На март планируется открытый кубок с дюшор номер 10. И, быть может, уже тогда, календарной весной, условия для лыжных гонок будут более подходящие. Андрей Желяев и Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.